всем дорогие друзья сегодня с вами снова я владимир как я вам и обещал сегодня второй видеоролик по оптимизации нашего компьютера конкретно под игры в тех случаях когда у вас слабое железо или же планшет на windows 8 и windows 10 и забегая вперед я хочу молодой аудитории порекомендовать посмотреть в интернете допустим описание программы game prelauncher если же вы с ней знакомы обязательно поставьте лайк и вкратце что это такое game prelauncher это была замечательная утилита для операционной системы windows xp которая позволяла сделать следующее вы включали компьютер запускали game prelauncher и выбирали игру в которую хотите поиграть после чего ваш компьютер перезагружался и game prelauncher делала следующее она не давала запуститься системе windows она запускалась включительно 3d библиотеки directx зависимые с игрой файлы и соответственно у вас даже не запускался проводник но у вас запускалась игра и таким образом на очень старых компьютерах слабых можно было спокойно поиграть в третий doom либо в gta 3 но я собственно когда был школьником так эти игры прошел тогда у меня не было своих финансов и я не мог позволить себе менять компьютеры допустим раз в год так вот что делает на razor cortex она делает абсолютно все то же самое единственное что теперь компьютер перезагружать не нужно это раз и второе в отличие от game prelauncher она совершенно спокойно работает на последней версии windows 10 собственно вот планшета у меня обновился буквально вчера появились какие-то новые программки но это вызвано тем что microsoft немножечко отдельную ведет ветку разработки для планшетов но сути это не меняет на последней сборке все работает замечательно и почему я снимаю все это на внешнюю камеру потому что во время демонстрации у нас банально бандикам просто бы выключился и вначале я продемонстрирую потом переместимся в компьютер я покажу как настроить программу и пускай это будет к примеру последний граф который играл doom жмем на кнопочку играть в игру и обратите внимание что появляется виджет который делает следующий он очищает оперативную память то есть выгружает абсолютно все ненужные приложения программы запущенной фоне и оптимизирована позиции было написано 31 что подразумевается под позициями то есть к примеру мы же сейчас играем и нам совершенно безразличен доступ пример к сетевым жестким дискам и программа делать следующем отключает службу удаленной печати получается сервисы работы с принтером с сетевыми жесткими дисками к примеру обмена файлами через протокол сети интернет то есть зависимости от того если эта игрушка не сетевая то есть все это как настроить я вам покажу и что мы получаем вот в результате подобных манипуляций к примеру ваш компьютер мощнее не станет но вы должны понимать что к примеру ваш процессор у него есть определенный потенциал но при всем при этом когда винда отъедает на себя 30 35 процентов общих ресурсов он не может себя реализовать на сто процентов так вот собственно razor cortex делает следующее теперь винда в принципе ничего не отъедает от нашего на планшета то есть даже проводник его он сейчас не работает соответственно у нас работает просто экзешник игрушки doom 3 и таким образом у нас возрастает и fps и общая производительность нашего железа в нашем случае моего планшета на виндуз 10 я вижу что не очень хорошее освещение а более того даже вижу себя и игрушка очень громкая но суть в том что если бы я не использовал программу cortex игра бы грузилась может быть уровень бы грузился может быть секунд 70 я не буду демонстрировать сравнение скорости загрузки потому что я ориентируюсь на подписчиков а как мы уже с вами в принципе выяснили у нас взаимоотношения на доверительном уровне и вот смотрите мы вышли из игры ничего нету то есть нам предлагается закрыть игровой стол игровой стол это оболочка которая позволяет обрабатывать запросы экзешника но в нашем случае думаю мы выходим из игрового рабочего стола но все винда не грузится alt control del ничего не дает то есть все банально винда выгружена из данного планшета есть только курсор поэтому есть горячая комбинация по восстановлению по умолчанию то control alt r после чего появляется razor cortex и он запускает все службы проводник matter интерфейс но в моем случае планшетный интерфейс потихонечку подгружает все приложения и вот после этого я сейчас ввожу курсор он подвисает после этого компьютер тормозит потому что все 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 восстанавливается то есть как будто бы мы только-только включили компьютер вот за счет этого в принципе я еще раз говорю это почти что тот же самый гейм прелаунчер только прекрасно себя чувствующий на последней редакции windows и так в пятиминутку не укладываемся поэтому перемещаемся на компьютер я покажу что и как настроить итак давайте приступим запускаем программу razor cortex и забегая вперед скажу сразу что я не буду обозревать все нюансы по настройке данной программы а просто дам вам те настройки которыми пользуюсь сам если вы хотите посмотреть детально обзор программы на ютюбе их полно но на почему я не хочу от них отталкиваться потому что то что там показывают ну мне лично кажется не то чтобы неправильно но я методы которые другие блогеры одобряют не одобряю вот может быть такая тавтология я просто даю вам свои настройки при первом запуске при первой установке ссылочка на официальный сайт будет как всегда в описании под этим видеороликом вам предложат создать учетную запись а пользователя razer без нее работать никак нельзя но авторизация происходит только один раз если учетной записи нету вы можете ее создать в этом же меню на программы razer cortex после чего у вас происходит сканирование жестких дисков и определяются все игры которые найдет razer то есть они сортируются по gog steam origin либо просто игры которые у вас установлены с диска или даже может быть пиратские не все игры находятся поэтому через плюсик вы можете добавить папку с игрой либо ярлык выбрать на рабочем столе в меню пуск либо указать конечный xe файл после чего у вас появится иконочка вы можете выбрать для иконочки задник либо загрузить с интернета красивый тайтл как примеру alan wake aliens colonial marine амнезия и прочее если вдруг вы этого не сделаете то у вас будет вот такая вот иконочка к примеру fire fight reloaded это мод для half-life 2 и здесь обычная иконка потому что я тайтл не грузил проходим в раздел ускорение системы ускоритель системы он теперь называется и вот первое что мне не нравится по сравнению со старой версии то есть еще раз хочу сказать что на я записываю видео с экрана своего стационарного компьютера потому что здесь последняя версия программы на планшете я не обновляюсь потому что вот я тогда в принципе понял что последняя версия меня не устраивает жмем на кнопочку сканировать то есть раньше чтобы провести какую-то допустим оптимизацию системы сканировать ничего не нужно было вы создавали правила после чего вы их применяли теперь же каждый раз необходимо сканировать систему и прикол в том сейчас я вам покажу у меня здесь пять жестких дисков и почти все они под завязку забиты играми и соответственно из-за этого у меня первое сканирование длилось порядка трех минут но сейчас побыстрее и вот смотрите может быть это плюс для кого-то для меня это минус но опять же груд другие блогеры очень были в восторге от этих функций первое что мне не понравилось появился раздел очистка системы то есть теперь кортекс зачем-то копирует функционал сиклинера и предлагает нам на выбор удалить данный хром временный и firefox но почему это неправильно почему это зло потому что вот сейчас у меня firefox запущен я работаю с игровым каналом то есть кортекс не думает о том что я действительно сейчас пользуюсь браузером хром и он не нужен ну то есть браузер вот хром открыт и браузер firefox соответственно зачем-то он лезет в раздел системы и предлагает мне удалить временные файлы windows плюс лезет в логи получается репорты об ошибках и прочее но я не знаю если мне нужно почистить систему я буду пользоваться специализированной программой то есть вот из-за этого мне как бы кортекс перестал нравиться второй момент дефрагментация игр это на самом деле позитивный момент но надо пояснить что у меня очень много игр и по умолчанию когда вы запускаете кортекс у вас вот эти вот все галочки поставлены но из-за того что у меня очень много игр даже кортекс автоматически эту галочку не поставил если вы не в курсе и игр на жесткий диск они записываются хаотично и получается у вас файлы игры могут повсеместно на одной дорожке находиться с файлами фильма либо с каким-нибудь с какой-нибудь музыкой документами прочее соответственно жесткому диску приходится пропускать определенные фрагменты допустим процесса чтения запись чтения запись и из-за этого скорость чтения пропадут а падает и поэтому чем больше у вас данных на жестких дисках тем скорость меньше собственно что делает рейзер он упорядочивает дорожку таким образом чтобы фрагмент на жестком диске допустим определенный был занят какой-то конкретной игрой то есть чтобы все файлы подряд были к примеру по дополнению america night но либо про аллен колониал маринс или реактив дроп то есть понимаете да он упорядочивают файлы игры и игра следует за игрой а всесторонние файлы они как бы сдвигаются в конец жесткого диска но это довольно таки длительный процесс то есть выбирайте все игры смысла нет потому что у вас на это может уйти порядка но может быть 2 3 дней до чтобы компьютер круглосуточно все это прогонял единственно что если у вас здесь не созди жесткий диск но для SSD жестких дисков, эта процедура на самом деле нежелательна, там и так высокая скорость, не стоит вам свой жесткий диск попросту, ну, банально насиловать. Поэтому выбирайте конкретно только те игры, которые вызывают трудности. То есть, если у вас слабый компьютер, это определенно GTA 5, либо GTA 4, то есть вы поняли, к чему я клоню. И раздел ускорить. Вот смотрите, у меня везде галочки сняты, потому что здесь уже мои настройки. То есть, опять же, раньше в чем был плюс? Он отключал все ненужные службы. И второй момент, вот что мне не нравится. Раньше Razer разрешал отключать все службы, какие я хотел. То есть он предлагал не только те службы, с которыми сам может работать, но и предлагал те службы, с которыми работать не может и которые отключать было небезопасно. То есть он прям писал, вы ее отключаете? Это небезопасно. Вы хотите продолжить? Да, хочу. Сейчас они эту возможность убрали. То есть, ну, немножечко скастрировали свой функционал, потому что ну, видимо, какие-то неопытные пользователи испытывали трудности, у них были ошибки. Но я же опытный пользователь. Почему вы мне не даете отключать то, что я хочу? То есть это моя вторая претензия. И если вы тоже хотите версию, как у меня на планшете, где вы царь бог и можете делать все сами, плюс там нету ненужных функций типа очистки системы от мусора, я напишу версию своей программы, чтобы вы могли ее скачать с какого-нибудь архива. Потому что ну, на самом деле, классные версии программ они выкладываются потом архивами. Это как с программы BatteryBot под Android. Многим не понравилась вторая версия программы и пользователи стали откатываться на предыдущую сборку там 1.9. Здесь точно такая же ситуация. Вот. Потому что принудительно Cortex вас обновлять свою систему не заставляет. Надо нажать, наверное, правой клавишей мыши, да, настройки. И вот уже после этого обновление ПО и да, вот смотрите, автоматически проверять наличие обновления. То есть программа, к ее все-таки чести, не требует от вас при каждом входе в вашу учетную запись Razer обновлять программу. Если вам нравится старая версия программы, бога ради пользуйтесь. И Razer вам ничего не скажет. Поэтому смело можете качать старую версию программы. Так вот, на новой версии, к сожалению, на стационарном компьютере я использую только одну функцию оптимизация служб Windows. Для того, чтобы все ненужные службы типа службы печати и прочие отключались. Но здесь даже нету службы печати. Здесь даже нету службы общего доступа к сетевым жестким дискам. То есть, я еще раз говорю, они максимально свою программу кастрировали. И я вам просто ее показал, чтобы, знаете, такой беглый обзор последней версии программы. Я же вас все же призываю пользоваться старой версией программы, потому что по функционалу, да, эта программа, вот последняя сборка, она даже оптимизирует меньше, меньше, получается, системных ресурсов по сравнению со старыми сборками. Старые сборки были очень агрессивные. И еще раз говорю, возможно, неопытные пользователи просто, когда у них такой большой выбор возможностей, что отключать, что не отключать. Это пускай опасно, я все равно хочу отключить. Возможно, они испытывали трудности. То есть, я могу руководствоваться только такой логикой. Все, хватит слов. Пока, с вас лайк, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok